Россия ведет переговоры с Казахстаном о дополнительном выделении земель для падения обломков «Союз-2», который планируют запускать с Байконура. На этот раз под эти цели выделяют территорию в Жангельдинском районе Костанайской области. Если будет принято решение по запуску, это в течение трех лет будет всего семь запусков, возможно. Будет использоваться новая экологическая чистая кислородно-керосиновая ракета, двигатель. Поэтому по части экологической опасности практически, ну это уже фобия, честно говоря, я скажу. Просто мы сегодня в течение уже 60 лет уже около двух с половиной тысяч запусков было произведено. Казахстанцы высказывают свои опасения. Рядом с отведенной территорией находится природный резерват Алтандала. В народе его называют роддомом для находящихся под угрозой исчезновения сайгаков. Именно здесь три года назад был массовый пойдешь животных. Но министр Атамкулов успокаивает. Все под контролем. Мы старались максимально уйти по той траектории, по той территории, чтобы было меньше населенных пунктов и не было каких-либо промышленных или стратегических объектов. На сегодняшний день данная траектория вывода на орбиту спутника – это как бы самая безопасная траектория, которая просто выверена. Министр говорит, что договор с Роскосмосом еще не подписан. И перед принятием окончательного решения специалисты ведомства проведут встречу с населением. Новое соглашение о предоставлении земли независимый эксперт Мухтар Тайжан называет верхушкой айсберга. Первоначальная причина в том, что мы находимся в униженном колониальном положении во всех своих договорах с Россией. До этого 70 лет падали ракеты, никого не предупреждая. В Жизг-Казганской области, Синек, я вам скажу, Мангосталовской области. Вы знаете, что с Оренбурга туда стреляли ракетами? Никто об этом не знает. Или, допустим, они запускают с новой земли ракеты по нашему Сарашагану, баллистическими ракетами. Ранее для падения отработанных систем были определены участки в Карагандинской и Актюбинской областях. Новый район необходим для запуска ракеты-носителя «Союз-2». Делается это для обеспечения широкополосным интернетом пользователей по всему миру. Айнур Коскин, Оганизат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана.